Так, а вот это бани. Воронцовские бани. О, тут целый кромпликс вообще. Почему-то всегда бани или красного, или розового цвета. Вот интересно. Вот я заметила. Почему-то всегда так. Ну вот. Видите? Я в тот раз тогда снимала здесь, а даже захорядывала внутрь. Но сегодня, наверное, не пойду. Ох, как всегда. Ну, вот. Так вот выглядят эти бани. Я не знаю, наверное, только в этих зданиях находятся. Вот в этом, наверное, здании что-то другое находится. Потому что как-то они как-то отдельно. Не очень большие. Не такие, конечно, старые, как Сандуны. Ну, тоже достаточно уже такие исторические и достаточно известные. Так вот сейчас молодой человек стоял, очень ему не понравилось, что я снимаю бани. Попросил задать ему вопрос. Я вот прям хотела вот прям остановиться, ему задать на самом деле вопрос. Зачем он там стоит? Потому что он стоит в каске, он стоит перед банями в каске и пропускает машины. И какое ему дело до меня, мне непонятно. У меня вот в этом был весь мой вопрос. Так, значит, мы с вами. Опаньки! Слушайте, вот этот дом, его восстановили. Значит, вот это все слева, это все баня розовая. Боже мой, если вы посмотрите мое старое видео, даже, наверное, его сама найду, пересмотрю. Там этот дом, он был в таком состоянии. Но его не восстановили, конечно, но его и не снесли. О! Там он был вообще в жутком состоянии. Я очень долго искала на карте, что это за дом. Так толком и не нашла, кому он принадлежал. Я только знаю, что он, по-моему, 19 века постройки. Но кому он принадлежал, я не нашла. Так, вот это все бани. Вот это все воронцовские бани. Но я очень рада, что он до сих пор стоит. Может быть, его отреставрируют все-таки, ну а может быть и снесут. Вот, ну, прошло два года. Окна закрыты вот этими фанерами. Но он стоит. Наверное, никак не может решить, что с ним делать. Боже мой. Ну, жалко же. Ну, покрасить бы его. Ну, внутри там что-то сделать. У него каркас такой, он еще 300 лет простоит. Это же не так сейчас строят. Просто будет жаль. Правда. Вот если его снесут, будет жаль. Я уже тогда об этом говорила. И сейчас об этом говорю, что мне будет жаль. Так. Сейчас я вам его покажу. С этой стороны тоже. Вот видите, какая интересная постройка. Со всех сторон я вам этот дом показала. Внимание уделила больше, чем баням. Прям машины разъездились. Смотрите, что. Ну, вот, собственно, воронцовские бани. Которые я вам показывала. Ну, а мы с вами идем дальше. Я рада, что дом стоит. Умница. Стой дальше. Может, тебя починят. Смотрите, вот вокруг этих вот коробок. Вокруг одни коробки. Ну, и бани там, ладно. И коробки вокруг. Мы сейчас с вами шли. Но неужели, неужели среди этих коробок нельзя оставить вот такой старый дом с красивыми окнами, арочными такими. С такими какими-то интересными. Вот у него тут какие-то подвалы, полуподвалы. Там какая-то перестройка. Ну, хорошо бы его сохранили. Так. Ну что. Новоспасский монастырь. Как видите, даже снимать. Особо потому, что он... Потому что он, видите, в лесах. Основной собор восстанавливается сейчас. И только колокольня одна в таком более-менее приличном виде. Поэтому в ближайшее время я туда не пойду. Ну, я имею в виду на съемку. Так-то можно, конечно, пойти. Но собор... Ой, монастырь очень красивый. Вон туда туристов везут. Ну, посмотрим на это здание еще раз. И пойдем дальше. Вот я не помню. Вот здесь или на следующей улице. Сейчас я посмотрю, уточню. Еще один дом есть. Вот. Сейчас мы тут... Вот она улица. Так, тут у нас что написано? Иван Черняховский. Иван Черняховский. Такой вот мурал на стене. Теперь я знаю разницу между... Или это граффити? Подождите. А это раз-таки граффити. Наверное. Мурал это же щиты такие, да? А граффити это нарисовано. Ну, я не знаю, что это. Но вот здесь на стене дома вот такая картина с изображением Ивана Черняховского. Я была в городе Черняховск, в Калининградской области. Калининградской области. Это российское военно-историческое общество. Да, это рисунок. Это нанесено на штукатурку. Вот. Итак, сейчас я вам расскажу про эти дома в двух словах, если найду. Я уточнила. Эти дома были построены для рабочих завода Динамо. И, собственно, это было в 23-м году, в 1900. И названа эта улица была Динамо в 1924 году как раз именно в честь этого первого жилого дома. а прежнее название было Сорокосвятская улица по находящейся здесь церкви сорока мучеников Севастийских. Каменная церковь была построена в 1644-1645 годах и в 32-м, в 32-м, в 32-м, в 32-м, в 93-м годах была закрыта. В 32-м, 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 какого-то какого-то общества. Мы с вами идем сейчас по Динамовской улице. И здесь тоже среди новых домов есть вот такой вот старенький дом. Я была внутри вот этого дома он тогда я не снимала. А там тоже есть лестницы. Вот так, средненькие. там офисы сейчас. Я туда ходила, по-моему, в бюро переводов или к нотариусу. что-то такое. Вот такой вот, смотрите, красненький домик, тоже, очевидно, старенький. и мы с вами идем дальше. И мы с вами идем дальше. доходный дом Астахова 1915 года постройки. Астахова 1915. Астахова 1915. Продолжение следует... Продолжение следует... И я очень благодарна вам за то, что вы со мной сегодня погуляли, за то, что вы смотрите мой канал. Как всегда, я благодарю вас за это и приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан. Ну, и, конечно же, я желаю вам здоровья. Самое главное, будьте здоровы, пусть будут здоровы ваши близкие. До свидания, до встречи, всем пока-пока.